Главная новость этого часа. Нью-Йорк Таймс заявляет, что Байден разрешил Украине нанести удар по России с помощью американских ракет большой дальности. Товарищ генерал-лейтенант, ну это уже новый этап войны. Если всё, что они вбросили в газеты, окажется правдой. Первое самое главное. Согласно уточнённой ядерной доктрины, агрессия неядерного государства при поддержке ядерного государства есть прямая агрессия для Российской Федерации с правом применения нами ядерного оружия. Это видео с угрозами Гурулёва Западу прямо сейчас удаляются всех площадок. Если у кого-то будет желание запустить ракеты атакам, скальп, штургшедовую, что-то ещё, я не думаю. Но это, наверное, надо на сегодня сделать. С чётким пониманием того, что от Америки, которая пытается нас тянуть в эскалацию, ничего, по сути, не останется. Я не шучу и не преувеличиваю. На момент записи нашего с вами разговора заявок Гурулёва я смог найти только на одной площадке. Но с высокой вероятностью на момент выхода этого ролика слов Гурулёва нет и там. То есть Байдену будет нечего передавать Трампу? Не будет ни Байдена, ни Трампа. Я прекрасно знаю, и американцы, и мы. Америке наносится 95% тотальный ущерб. То есть, про сути, Америки не существует. После первых сообщений об отмене запрета на удары вглубь России западным оружием, Кремль взорвался угрозами. Угрозами устами Гурулёва, который выдал целую тираду в студии Соловьёва, где его и застали все эти новости. Угрожал он не только США, но и Великобритании, и Франции. Франция, Британия, Германия. Есть ли они будут начать удары? Слушайте, во Франции и в Британии по четыре лодки подводных, которые оснащены баллистическим ракетом с ядерным оружием. Причем, к нашему счастью, к их сожалению, они, по сути, на сегодня неисправны. Они находятся в базах, в пунктах постоянной дислокации. То есть, они подлежат поражению. Мы на сегодня вполне готовы одномоментным ударом уничтожить весь ядерный арсенал Англии и Франции. Способны. Это вполне, наверное, будет один из вариантов сдерживания Соединённых Штатов Америки от нанесения удара по Российской Федерации. А потом взялся и за Тихоокеанский регион. Но это обозначает, что тогда Корейская Народемократическая Республика должна это воспринимать как акт агрессии, против своих граждан, которые находятся на территории дружеского государства, в котором подписан договор. И мы не знаем, какая будет реакция Корейской Народемократической Республики. Может пострадать не только Южная Корея, но и то побережье США. По полной программе. Но сегодня, может, кто-то пропустил заявление Китайской Народемократической Республики, Сидзэльпиде, который сказал, что в случае обострения ситуации на Корейском полуострове, в любом варианте, этот конфликт не оставим без внимания. И мы обязательно, что? Постараемся помочь Корейской Народемократической Республике. То есть война приобретает глобальный характер. Но все эти слова больше ничего не значат. Потому что Кремль отказывается от слов одного из главных своих ястребов. Он пытается спрятать этот эфир за семью замками. Как думаете, почему? Привет! Я Арсен Цымбалюк, ведущий 24-го канала и авторского блога под названием «Разбор помета». Сегодня мы поговорим о той политической аллергиюшке, которая покрыла полуразложившееся тело Российской империи после отмены запрета бить вглубь территории государства-агрессора западным оружием. Ставьте лайки и передавайте российским нацистам свои пожелания в комментариях. Ну и, конечно, делитесь этим роликом в соцсетях, чтобы его увидело как можно больше людей. Ну и о позорище россиян узнало как можно больше людей по всему миру. Спасибо и давайте начинать! Вы были же в Кремле в Тенародемократической Республике? Ну да, конечно. А я, к сожалению, еще не был очень счастлив. Да, да. У тебя пиджак соответствует, куда можно в этом... Этот пиджак несчастный прошел уже все. Уже его и итальянским, и австрийским, и немецким. А это все лишь стихий, скромный китайский. Китайский? Да. Так, Леонид, завершил мысль? Да, спасибо. Так, что? Не переживай. Нет, нет, нет. Я не об этом. Товарищ генерал-лейтенант. Интересная дискуссия развернулась по поводу Трампа и его команды. Понятно, что все игроки, которые Трамп убирают в команду, они по нашим, как бы, понятиям не системные. Так, да, получается? Вот так сегодня выглядит речь алкодепутату алкогенерала Гурулева в записи итогового эфира Владимира Соловьева. Там очень много общего лепитания о биографии Дональда Трампа. И все говорят, вот, у Трампа жизнь из чего состояла? Из взлетов, то есть из достижения результата, из падения, из банкротства. И почему-то мы все рассматриваем только вопрос банкротства. А также о героизме российских коммунальщиков. Я прекрасно понимаю, что сегодня тарифы душат людей. Это по факту. И не повышать тарифы тоже нельзя. Все ресурсные организации, которые сегодня элементарно обслуживают наш там жилой фонд, все остальное, они просто стоят на коленях. Мало того, что они стоят на коленях, мы не проводили за 30 лет никакой модернизации. Практически это правда. Все наши, к примеру, системы жилищно-коммунального хозяйства. Кто вдруг не смотрел наше видео про туалетный апокалипсис в России, призываю вас досмотреть этот ролик до самого конца и переходить по ссылке, которая появится вот в этом углу. Там очень много интересного. Я какать хочу! Очень много интересного было и в оригинальной речи Гурулева, посвященной отмене ракетных ограничений для Украины. Но этот шестиминутный спич, к сожалению или к счастью, совершил жест доброй воли из интернета. Товарищ генерал-лейтенант, ну это уже новый этап войны. Если все, что они вбросили в газеты, окажется правдой. Первое самое главное. Согласно уточненной ядерной доктрины, агрессия неядерного государства при поддержке ядерного государства есть прямая агрессия для Российской Федерации с правом применения нами ядерного оружия. Кремль надеется, что никто и никогда не услышит вот этих криков Гурулева. Для начала я бы вот перекинул один или два дивизиона Искандеров в ядерном варианте, в Анадырь, на прямую угрозу Аляски. Это вполне можно сделать очень быстро нашей военной транспортной авиации. Но в любом варианте решимость мы обязаны и должны показать. Но благодаря моей оперативности и вашим репостам утаить это позорище уже точно не получится. Кто-то спросит, а зачем Кремлю вообще скрывать это видео? Что в нем такого? Ведь Гурулев уже очень много раз угрожал Западу и хвастался российскими ядерными якобы возможностями. Все дела вот в этом видео. Вот что об этом сказал еще 12 сентября президент Российской Федерации, верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин в интервью Павлу Зарубину. Когда речь идет об использовании высокоточного оружия большой дальности западного производства, это совершенно другая история. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться. В свое время Путин так старался начертить новую, наверное, последнюю красную линию для Запада, так носился со своей переписанной ядерной доктриной, а пропагандисты так активно ею размахивали вот в этих студиях. Но вот верховный сейчас сказал, если вы это делаете, это уже война. Что сегодня никто из пропагандистов уже точно не сможет сказать, что красных линий никогда и ни для кого на самом деле не было. Кто из руководителей России хоть раз называл, что именно является красной линией? Когда Путин говорил, вот это и это является красной линией? А я тебе скажу, он этого не говорил. После отмены ограничений для Украины Путину придется как-то отвечать за базар. Но как? В Кремле не могут определиться и, скорее всего, уже не смогут. То, что озвучил Гурулев, это, конечно, мощно. Не удивлюсь, если алкодепутат по пьяни разболтал реальные планы действий на случай, чего разработанные российским генштабом и утвержденные Путиным. На основании этого должна быть оперативная директива генерального штаба и верховного главнокомандующего. Первое. Военно-морского флота на выход подводных лодок стратегического назначения в район боевого предназначения. Воздушно-космическим силам на расследование дальней авиации по боевым аэродромам и работе спутниковой группировки. Там я не буду уточнять. Отдельная тема. Третье. Двенадцатому главному управлению Министерства оборудования о поставке специальных боеприпасов и их установке на ракеты Х-55, на бомбардировщики Ту-160, Ту-55. Но опять-таки, судя по тому, что этот фрагмент удалили, таким планам сбыться уже не суждено. А чему же суждено? Давайте понаблюдаем за тем, какой оказалась реакция империи на решение Байдена в других источниках и на других уровнях. Начнем с информационного пушечного мяса. Те, кто работает на Кремль, но прикидывается якобы оппозицией. То есть, те, кто от имени Кремля может вбрасывать какие угодно провокации, а Кремлю за это ничего не будет. Вот что сказал преемник Жириновского. Лидер либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий, также известный как Ленька Оставьте. Я уберу? Нет, постойте. Дело Жириновского живет. Вот что несет этот персонаж. Байден, по всей видимости, решил закончить свой президентский срок и войти в историю как кровавый Джо. Если данные источников издания подтвердятся, это будет означать только одно – прямое участие США в военном конфликте на Украине. Что неминуемо повлечет самый жесткий ответ России, исходя из тех угроз, которые будут созданы нашей стране. То есть даже Слуцкий, имеющий вроде как карт-бланш на угрозы, не решился никому прямо и конкретно угрожать. Давайте послушаем, о чем говорят в другом крыле путинской оппозиции – в Коммунистической партии России. Вот о чем заявляет преемник Геннадия Зюганова Геннадий Зюганов, также известный как Генка «Прошлый век». День Великого Октября имеем полное право сказать. Историю надо глубоко знать и изучать. Мы должны понимать, что перед Великим Октябрем Российская империя проиграла три войны. Прямая речь Зюганова после получения Украины и возможности бить вглубь России западными ракетами. Я уверен, что к 80-летию Победы мы завершим эту военную операцию полным разгромом и нашей общей победой. Тут у меня, конечно, вопрос. Кого именно он имеет в виду под нами и что именно он имеет в виду под общей победой? Сразу видно – существо не первый день и не первый век в политике. Знает, как сказать все и не сказать ничего. Правда, вряд ли это ему поможет. Ленин со Сталином давно приглашают их всех на концерт Кобзона, независимо от политической вывески. Я прошу, хоть ненадолго. Если ты во время развязанной России войны работаешь на российскую власть, значит ты нацист. И судить тебя будут по законам военного времени. Ну вот, возможно, даже прямо так, как при вашем любимчике Сталине. Ну, Маркс с ними, с Зюгановым и со Слуцким. Послушаем, как на шаг дедушки Байдена отреагировали те, кто открыто служит Путину и за базар несут как бы вроде чуть больше ответственности. Первой на новости Запада была вынуждена реагировать МИДовская синеглазка Машка Захарова. Когда ее спросили, что МИД РФ думает по поводу разрешения бить атакамсами и штурмшеду по России, она взяла и свалила все на Путина. «Президент на этот счет высказался», заявила Мария Захарова. Есть ощущение, что кого-то ожидает очень жесткое наказание. Потому что кто-кто, а президент как раз очень хотел бы, чтобы в этой связи сегодня его вообще не упоминали. Потому что он, я напомню, угрожал всему НАТО войной, если Запад пойдет на такой шаг. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию. Вскоре ту звенящую тишину, в которой никто не угрожает разнести Лондон и Вашингтон, нарушила кремлевская боброедка Маргарита Симоньян. И вы не поверите, она тоже не стала угрожать разнести Вашингтон и Лондон в труху. В радиоактивный пепел. Нет, Симоньян в своем телеграм-канале тоже на всякий случай решила просто сослаться на старшего. Но вот только не на того. Тревожно, пишет Илон Маск, комментируя пост с репортажем нашего замечательного Мурада Газдеева про разрешение Запада бить дальнобойным оружием по территории РФ. Так о то ж перешла внезапно на украинский кремлевская боброедка. Мне кажется, или южноафриканский Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. Двигаемся дальше. Послушаем, как на разрешение Запада сразу же отреагировал зампредсов без АРФ по нацизму Дмитрий Медведев. Заходим на его телеграм-канал и видим, что... Никак. Ни в медведевском телеграм-канале нигде-либо еще нет ни слова о пересечении последних красных линий, ни об уничтожении Вашингтона вот-вот, ни о ядерном апокалипсисе и судном дне для всей планеты. Дорогие друзья, срочное обновление. Буквально перед публикацией этого выпуска и после почти двух суток гробовейшего молчания Дмитрий Медведев все-таки вышел из пропагандистской комы и выдал, пожалуй, самую интересную реакцию среди всех пропагандистов. Медведев написал в телеграме следующий пост о, внимание, неподтвержденном решении по ударам вглубь России и утвержденном президентом России решении по ядерной политике. Можно было бы даже испугаться, если бы за пять часов до этой публикации вглубь России, а именно по стратегическому арсеналу в Брянской области, не прилетела первая американская ракета. Ну, для такого кремлевского ястреба это, видимо, мелочи. Ему нужно, чтобы Атакамс прилетел прямо в бункер, чтобы он его заметил. Медведев продолжает делать вид, что ничего не случилось и пишет «Не столь важно, кто и когда принял решение об использовании ракет стран НАТО вглубь территории России, тем более, что попытки их применения по нашей стране уже якобы были. Не столь важно, сколько их у противника сегодня, как и то, что их применение должно иметь не только военный, но и информационный эффект. Не столь важно, что эти ракеты не смогут внести существенного вклада в военные действия врага. Не столь важно, что такими решениями нынешняя администрация США сознательно создает такую эскалацию конфликта, с которой придется разбираться уже команде Трампа. Важно только одно, что Димон Заминированная Печень выложил этот пост как раз между первым ударом Атакамса и официальным подтверждением этого удара из Киева и Вашингтона. Для Димона важно, что в случае чего он сможет оправдать свое пустословие тем, что просто застрял во временной петле. Так сказать, ни туда, ни сюда. Ну а пока он продолжает. Важно одно, то, о чем сказал глава российского государства 12 сентября. И как результат, сегодня утверждена новая версия основ госполитики в области ядерного сдерживания. Использование ракет Альянса подобным образом теперь можно квалифицировать как нападение стран блока НАТО на Россию. В этом случае возникает право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам НАТО, где бы они ни находились. Напомните, какой именно раз Путин переписывает свою доктрину ядерного сдерживания за последние два месяца? А то я уже запутался. Тем более, я запутался, в какой раз Медведев рассказывает о якобы праве России нанести какой-то ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам НАТО. Дальше трубку от журналистов было вынуждено взять ротовое отверстие Кремля Дмитрий Песков. Вот что этот персонаж заявил под запись. Сегодня был подписан очень важный указ президента. Это указ об утверждении основ госполитики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Текст основ тоже опубликован. Это основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Очень важный текст. Естественно, он должен стать объектом очень глубокого анализа, как у нас в стране, так и, наверное, за рубежом. Также мы опубликовали соответствующий пресс-релиз для средств массовой информации в связи с подписанием этого важного закона. Я хотел бы на следующий момент обратить ваше внимание. Почему это потребовалось? Нужно было привести в соответствие наши основы с нынешней обстановкой. Это первое. Второе. Россия всегда рассматривала ядерное оружие как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой. И Россия всегда занимала ответственную позицию и принимала необходимые усилия для уменьшения ядерной угрозы и недопущения обострения межгосотношений. Вот она. Великая реакция великого лидера великой сверхдержавы. Жаль, что до главы Комитета Госдумы по обороне Андрюхи Картополова не донесли информацию из Кремля о том, что угрожать больше никому не стоит. А то он, похоже, единственный из всего государственного аппарата, расправил хвост и начал метать традиционным пометом прямо на камеру. Ситуация сложная, но она под контролем. Мы предполагали, что это может произойти, поэтому ничего удивительного для нас нет в этом решении наших бывших партнеров. Будем продолжать выполнять задачи в рамках специальной военной операции. Будем ужесточать удары по инфраструктуре, по аэродромной сети, по местам хранения ракет. Ну а то, что все эти ракеты сбиваются нашими средствами преднадушной обороны, мы это давно знаем. Но, кроме того, будет еще ответ, какой обещал наш Верховный Квал командующий. Болезненный и неожиданный для них. Знаете, что самое интересное? Похоже, в этот бритцание уже даже не верят те самые штатные пропагандисты, которые задают эти вопросы. Болезненный и неожиданный для них. А мы успеем ответить, вот среагировать? Мы всегда успеем среагировать. Главное, чтобы они не успели. Когда понял, что лучше убежать, чем продолжать закапывать себя еще глубже. Не исключаю, что Картополов отбывать наказанием будет на одной яме с Захаровой и Гурулевым. Впрочем, у них, как известно, много общего. Знакомься. Вывод. Реакция России на решение Байдена о соответствии решения лидеров Франции и Великобритании, как и ожидалось, является полнейшим пшиком. Воевать со всем НАТО не на словах, а на деле никто не собирается. Они жить хотят. Чем ответит Россия? Ответ может быть любым. Любым. И уж тем более, они не собираются использовать ядерное оружие вообще ни за что. Конечно, они еще попытаются как-то там нагадить. И так нагадить, чтобы потом притянуть это нагаживание за уши и сказать, что «А вот вам за разрешение бить атакамсами». Но все это, конечно, будет выглядеть, опять-таки, как пшик на фоне всех тех угроз, которые мы слышали до байденовского решения. Да и вообще, пора бы этому миру запомнить, что абсолютно весь путинский шантаж – это не более чем блеф. Как хорошо, что мир начинает это понимать. Но как ужасно, что ему понадобилось для этого столько времени и столько жертв со стороны украинских гражданских и военных людей. В связи с этим, я считаю необходимым подчеркнуть, что переоценивать значение ударов атакамсами по России ни в коем случае не стоит. Вероятно, да, это поможет Украине несколько спокойнее пережить ближайшую зиму и закопать в русскую земелюшку еще процентов 15-20 путинского военного потенциала. Но здесь и сейчас войну это не остановит. Потому что решение из Белого дома крайне запоздалое. Принимать его нужно было хотя бы год-полтора назад, для того, чтобы оно приближало победу Украины семимильными шагами. Но, видимо, администрация Байдена не была в этом заинтересована. Тем не менее, дедушка не захотел уходить в историю полным предателем идеалов демократии. За что, возможно, теперь очень сильно получит от Салливана. Хотя, вероятно, Байден уже по барабану. Мы этого в любом случае не забудем. Байдена записываем в историю как человека, который не на сто процентов предал дух Будапештского меморандума и соглашений с Украиной. С Украиной, которая ради комфорта американцев в свое время отказалась от третьего в мире ядерного потенциала. Ну и, конечно, мы надеемся, что за ближайшие два месяца Байден пойдет еще на какие-то такие шаги, за которые мы скажем ему не просто спасибо, как сейчас, а мы говорим спасибо, а скажем огромное спасибо, Джо. Ну, это будет зависеть прежде всего от его воли. От нас же с вами зависит, получат ли Силы обороны Украины то, о чем просят у нас прямо сейчас. Пожалуйста, перейдите по ссылке FUND24TVUA в описании к видео, либо вот по этому QR-коду, чтобы увидеть, о чем нас просят здесь и сейчас. Помогите своим донатам Силам обороны Украины. Также прошу вас поставить лайк этому видео и написать в комментариях, что вы думаете по поводу удара фотокамсами и шторм-шедоумами по России и о реакции России на это решение. Ну и, конечно, я прошу поделиться этим роликом в соцсетях, чтобы его увидело как можно больше людей. Смотрите выпуск про туалетный апокалипсис в России и пресмыкание Путина перед африканцами по ссылке, которую видите вот здесь. До встречи в следующих выпусках разбора помета. Берегите себя, берегите Украину. Слава Украине! Продолжение следует...